Айоу, хулиганы, всем привет! Вы на канале... Леб... Пока мы с вами ждём новые серии Скибеди Туалет, я предлагаю вместе со мной вам посмотреть Скибеди Туалет Мультивёрс, где всё наоборот! Мы уже с вами смотрели Скибеди Туалет Мультивёрс, где всё наоборот, на канале NoSkill Clutch! И остановились на седьмой серии. Именно поэтому я предлагаю сегодня начать с восьмой серии. А кто не смотрел предыдущий ролик, ребята, вот там, посмотрите, перейдите, напишите. А мы начинаем. Поехали! А, кстати, пока мы не начали, поставьте лайк этому видосу, давайте наберём здесь, под этим видео, 10 тысяч лайков, чтобы здесь, под этим видео, было 10 тысяч лайков. По-моему, звучит идеально. Поехали! Так, такое ощущение, как будто бы я где-то это уже видел. Так, этот чувак говорит, братан, где G-Man, глава скибедистов туалетов? А этот говорит, я не знаю. А этот говорит, очень плохо, братан. Опа! Я вообще не понимаю, что происходит. То есть, получается, обычные люди сражаются с туалетами, в которых камеры. Но есть и операторы, которые ищут G-MEN, а потом прилетает обычный мужик, который хочет нас убить, но потом нас спасает телевизор в туалете. А за ним едут, блин, колонки в туалете. Что здесь происходит? У меня постоянно этот вопрос, когда я смотрю мультивёртский беди туалет. Ну, хоть музыка хорошая. Очень странное видео. Кто что понял, напишите в комментариях. Я лично ничего. Но мы идём дальше. Девятая серия. Поехали! Это когда ты сидишь в кинотеатре и не купил попкорн, и смотришь, как другой чувак его кушает, и тебе тоже очень сильно хочется. Я просто не могу понять простой вещи. Кто против кого? Кто за кого? Кто против кого? Ё-моё! Так, колонки против всех остальных, получается? Офигеть, ты кто? Только не подруга! Офигеть! У меня всё ещё больше вопросов, чем ответов, когда я смотрю. Давайте более детально. Значит, у нас оператор сидит, кушает попкорн, предлагает обычному мужику попкорн. Он очень сильно хочет, но стесняется. Значит, дальше идут большие мужики рядом с обычными мужиками, а спереди едут колонки, значит. И непонятно, кто против кого. Такое ощущение, как будто бы они друг за друга. Или они преследуют колонки. Я не понимаю. Потом приезжают большие колонки и включают не очень прикольную песню. Или прикольную. Я не знаю. А потом появляется гигантский мужик. И у него есть базука. Вот такие вот дела, ребята. Блин, какие-то сплошные тайны. Ё-моё! Ну ничего, может быть в 10 серии нам станет как-то более понятно, чё там да как там? Сейчас узнаем. Посмотрим её. Так, значит, здесь обычный оператор прячется. От необычного гигантского мужика! Ё-моё! Блин, отличные у него кроссовки. Я тоже себе такие хочу. Так, шо там такое, блин? А-а-а! Это большой чим-э-э! Так, ну я как понимаю, они заодно. Просто G-мен ещё больше, чем он, и он преклонил перед ним колено и базуку. Кстати, зря он направил себе базуку в штанишки. Может быть и неприятный интендент. Э-э-э, ладно, окей. То есть, давайте ещё раз поподробнее. Значит, у нас мужик, ну, напал на город, да, стреляет из своей базуки. Стреляет по всему, шо видит, блин. Потом, значит, вот этот мужик, Майл 07, кстати, одевает классные кроссовки себе, новые. Купил такие кроссовки белого цвета, из кафеля. Нас замечает базука-мен, но почему-то его останавливает появление G-мена. Хотя это нелогично, потому что потом G-мен нас всё-таки убивает. Ммм, интересно, но не очень. Одиннадцатая серия, смотрим дальше. О, это же та серия, когда первый раз камера, камера-унитаз проникает в лабораторию скибиди учёных. Именно в этой серии мы первый раз видели скибиди учёного. А вот и он, скибиди учёный. Так. Блин, нас спалили, убегаем. А-а-а! Блин, никаких поцелуев с мужиками, братан. Ты не в моём вкусе, ё-моё. Так, давайте ещё раз посмотрим. Значит, обычные мужики идут на работу в лабораторию. Обычными их сложно назвать, потому что, судя по их шее, они очень часто сидят за компуктером. Знаете, вот эту, вот эту осанку компуктера щека. Значит, они идут в лабораторию. Которая, кстати, очень палевная, потому что здесь их президент. Фотографии их президента, наверное, я не знаю. Обычные камерамены прячутся, и один из них мы, то есть, идём следом за ребятами, да. Проникаем на базу, проникаем на базу, садимся за компуктером. Но вот беда, Роблокса здесь не установлено. Значит, потом мы видим учёных и главного учёного, который в конце серии, когда нас обнаружили с нашим другом Валерой, да, этот старичок прыгает нам на лицо. Что очень даже невежливо и некультурно с его стороны. А мы идём дальше. 12 серия. Шо ты, блин? Вау! Офигеть! Ну что ж, ребята, давайте разоберём эту серию более подробно. Что мы увидели? Значит, здесь обычный мужик пытается настроить камеру, но случайно отрывает ей голову от унитаза. Бывает, ё-моё. Потом обычные люди преследуют камеры унитазы. Окей. На нас нападает вот такой вот обычный мужичок. Но он не выдерживает новую серию свинки Пеппи и уничтожается. После чего на нас нападает гигантский мужик с базуками. А потом и ему в лицо прилетают парочку снарядов. И оказывается, что это был спикер унитаз. Но не мэн, потому что он унитаз, понимаете? И вот всё, в принципе, на этом серия заканчивается. Это вот такой вот этот мультивёрс, где всё наоборот. Где обычные люди сражаются с унитазами, камероголовыми и с операторами. С ума можно сойти. Кому понравилось это видео, ставьте лайк. Если это видео наберёт 10 тысяч лайков, то я обязательно сниму продолжение. Ну, когда выйдет, собственно говоря, продолжение этого сериала. Кому нравится этот сериал, напишите в комментариях. Какой вам сериал нравится больше, Скибеди Оригинальный Туалет или Скибеди Мультивёрс? Ну, у меня на этом всё, ребята. Я уже почти выздоровел. И всё благодаря вашей поддержке. Спасибо, что в комментариях пишите Холи Буба. Выздоравливаю побыстрее. Я над этим работаю, ребята. Всем пока ты сидишь на диване, кто-то ломает спикери в игре про спикери. Часть вторая. Теперь в игре про спикери стало всего в два раза больше. В игре появилось в два раза больше крутых блогеров. В два раза больше крутых питомцев. У нас даже пельмень есть. Круто. Да? Покупай крутые предметы и выбирай сам, как будет выглядеть твоя блогерская комната. Тотальная кастомизация. Теперь в нашей игре про спикери появилась карта. Теперь ты можешь ломать спикери не только у себя в комнате, но ещё и в школе. Фу, школа. Отстой. Ломай спикери на свалке. А вот это клёво. Если ты скачаешь игру про спикери прямо здесь и сейчас, тогда ты сможешь ломать спикери прямо здесь и сейчас. Так чего же ты ждёшь? Ссылка в описании. Продолжение следует.